Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы завершаем наш рассказ про СССР и расскажу я о том, как авторизоваться на сервере без пароля, используя более защищенный протокол пары ключей – публичного и приватного. Начинается все с генерации ключей. При установке Пути добавляет сразу несколько дополнительных программ. Две из них заточены под работу с ключами. Сначала Пути Ген. Генерируем ключи. Тут оставляем все как есть. RSA 2048 и Generate. Хаотично перемещаем мышь, программа создаст из этих движений уникальный ключ, точнее пару ключей. Можно задать ключевую фразу, пароль. Лучше ввести, хотя можно и оставить это поле пустым. Далее нужно сохранить приватный ключ. Это обязательно. Лучше конечно его куда-нибудь подальше положить, по меньшей мере не в системный диск точно. Но я пока положу здесь. Называйте как хотите. Также можно сохранить публичный ключ, но на самом деле это уже лишнее. Потом покажу почему. Все. Теперь нам нужно положить публичный ключ на сервер. Заходим на сервер по SSH. Если кто-то не понимает, что сейчас происходит, смотрите первый скринкаст. Ссылка в описании. И теперь нам нужно положить публичный ключ в папку SSH, которая по идее должна быть в корневой папке аккаунта. Мы сейчас в корне, но папки нет. Тут вообще ничего нет. Тут есть только одна единственная папка с нашим сайтом. Видите и Venus CP тоже ничего не показывает. Кстати корневую папку аккаунта не путайте с корнем сайта. Корневая папка аккаунта лежит на самом верху или в самом низу. Это как посмотреть. То есть ниже уже некуда, ниже вас уже не пустят. Так вот здесь папки SSH нет. Хотя может быть она и есть. Это как с котом Шрёдингера. Тут мы видим видимые папки. А ведь есть еще и невидимые. Как их увидеть? Команда LSLA. И вот оказывается их тут сколько. Кстати Midnight Commander их тоже видит. Вот они. Но папки SSH тут нет. Не беда. Создадим. Можно как раз отсюда. MakeDeer и имя. Имя должно быть точкой SSH. Это важно. И вообще следите за пунктуацией пробелами. Тут все это играет катастрофическую роль. Папка есть, теперь в ней нужно создать файл. Давайте создадим из командной строки. Заходим в папку SSH и запускаем редактор. Nano и имя файла. Если файла такого нет, он его создаст. Имя тоже должно быть буква в букву. Authorist, нижнее подчеркивание, case. Без пробелов. И вставляем сюда наш публичный ключ. С одной стороны вот он, мы его как раз сохранили, но с другой стороны это не он. Тут присутствуют элементы оформления, которые сервер не примет. Ключ нужно брать из пути Gen. Но что делать, если вы его уже закрыли? Да ничего страшного. Нажимаете load. Находите ваш приватный ключ. Вводите ключевую фразу, если установили и вуаля. Вот он. Копируете от начала до конца и вставляете в Nano блокнот. Правая кнопка мыши, напомню. Сохранили. Можно еще на всякий случай проверить. Ну да, все есть. Выходим. Теперь нам надо запустить P-агент. Это сервис пути, который хранит и распоряжается ключами. Программа не запускается, но она появляется в трее. Правая кнопка мыши, add key, добавить ключ. Находим наш приватный ключ. Добавляем. Есть. Есть. Все. Осталось немного. Запускаем пути. Сейчас я возьму отсюда, чтобы не искать hostname. А вот у нас новое соединение. Вставляем hostname, придумываем какое-нибудь имя и еще буквально пара настроек. Во-первых, в SSH авторизация, нужно проверить, что стоит галочка принять аутентификацию с использованием P-агент. И во-вторых, нам нужно добавить сюда свой приватный ключ. Ну еще можно зайти в translation, посмотреть, чтобы стояла кодировка UTF-8. Теперь совсем все. Возвращаемся в сессии. Сохраняем эти настройки. Сейчас логин еще возьму. Запускаем соединение. Вот он просит логин. Вводим и тудух. Мы авторизовались без пароля. Ну и то же самое с winSCP. Добавляем подключение из пути. Можно, кстати, сразу вбить сюда логин, чтобы потом уже не набирать. И все. Войти. И вот мы на сервере. По защищенному протоколу SSH и с использованием пары ключей, которые хранят нас ото всего. Аминь. Процедура может показаться непростой, но не волнуйтесь. Это нужно проделать всего один раз, если вы работаете с постоянной локальной машиной. И дальше уже потчевать на лаврах безусловной защищенности. Все, любите друг друга. Провернув эту махинацию, вы почувствуете себя настоящим программистом. Поверьте, и я почувствовал. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok